доброго времени суток в этом уроке или в нашем новом занятии мы начинаем делать митингу такое маленькое интересное изделие крючком может сделать даже начинающий для чего и кому она нужна она нужна для вышивальщиц для тех кто вяжет вяжет много либо она нужна для тепла митингу можно сделать совершенно разную можно сделать разную длину тела можно сделать совершенно разные резиночки можно сделать резиночку подлиннее для того чтобы сустав рабочий наш сустав хорошо прогревался ее можно носить и во время работы и днем и можно в ней даже спать у вас не останется никаких следов для изготовления митинги можно использовать декоративные нити но это уже митинга нет для здоровья нет для согревания руки не для согревания суставов она для красоты применять ее тоже можно где угодно это как маленькая перчаточка но без пальчиков и без большого пальчика как вы сами видите митинги могут быть совершенно совершенно разными использовать можно полушерсть можно махер можно ангору можно декоративную нить все что у вас есть под рукой ниточки нужно не очень много но она должна быть очень мягенькая она должна быть вам приятная размер митинги вы можете сделать для себя какой вы хотите можно покороче можно подлиннее митинга начинается с эластичного шнурка в любой митинге от начала и основа всего это эластичный шнурок для того чтобы сделать эластичный шнурок надо взять крючок на пол размера больше чем мы вяжем основное тело митинги например тело митинги я вяжу в данном случае двушечкой а для эластичного шнурка я беру крючок два с половиной почему потому что когда мы делаем эластичный шнурок он имеет свойство растягиваться он не будет резать нам запястье берем ниточку короткий кончик к себе крючок вот это наша вся основа раппорт нашей митинги равен двум воздушным петлям сколько у нас будет раппортов мы не знаем поэтому x раппортов мы умножаем на две воздушные петли а вот сколько у нас будет это зависит от объема ладошки каждый из нас чтобы сделать эластичный шнурок нам нужны две воздушные петельки вернее чтобы его начать а захват первой воздушные петли у нас будет в дальнюю полупетлю то есть сейчас я вам все покажу как это будет на практике берем ниточку и крючок короткий кончик ниточки но не очень короткий ну так сантиметров пять мы кладем к себе лицо делаем захват крючочком дальше большим пальчиком придерживаем наш захват нитки и пропускаем первую рабочую петлю а вот это первая петля вот это наша первая вот это вторая петля и теперь нам надо захватить дальнюю полупетлю воздушные петли у нас на крючке две петли две полных петли на крючке рабочая она не считается входим в дальнюю полупетлю первой петли вот так мы входим мы отсортировываем вот эту дальнюю одну ниточку это полупетля мы ее как бы отодвигаем в нее входим протягиваем нить и дальше вот эти две ниточки на крючке мы провязываем и это и есть наш первый столбик без накида эластичного шнурка затем мы входим в основание этого столбика опять протянули нить и опять провязали и дальше мы будем действовать точно так же опять мы входим в основание то есть мы отсортировываем вот эту одну ниточку нашего шнурка протянули и провязали сложность здесь в том что нам надо понимать что здесь есть шапочка в эластичном шнурке и есть основание шнурка есть основание этого столбика без накида вот эта нижняя ниточка которая у нас лежит и в которую мы входим она называется основание столбика без накида эластичного шнурка чтобы ее определить мы должны увидеть вот эту ниточку которая у нас бегает и которой мы работаем вот она она вот видите мы ей работаем и мы входим вот в эту петлю то есть вот это основание нашего столбика без накида эластичного шнурка вот мы провязали еще вот мы провязали еще и вот мы аккуратненько аккуратненько отсортировываем вот это вот основание столбика без накида и провязываем каждый последующий столбик без накида получается эффект шнурка но шнурка эластичного шнурка который тянется растягивается но в то же время может собираться и он не будет тянуть нам запястье у нас все будет как надо вот смотрите видите мы вытягиваем опять основание и провязываем очередной столбик значит чтобы понять где у нас первый столбик без накида эластичного шнурка мы смотрим кончик вот вот у нас есть первая дуга вот вот эта шапочка первого столбика без накида это тот столбик который у нас первый от узелка мы находим две петельки первая и вторая они у нас являются основанием эластичного шнурка они идут как бы в начале и вот по вот этим косичкам которые у нас красивые косички мы считаем количество наших столбиков без накида в данном случае 9 штук и дальше мы вяжем наш эластичный шнурок до нужного объема нашей ладошки мы продолжаем делать эластичный шнурок но он должен быть очень очень аккуратно если у вас первого раза не получается маленьким крючочком маленькой ниточкой сделать этот эластичный шнурок возьмите крючочек побольше четверочку пятерочку возьмите ниточку другой и просто попробуйте попытайтесь сделать его чуть побольше чтобы вы его поняли поняли как он строится потому что от того как ровно правильно красиво и гладенько вы его сделаете будет зависеть все качество вашего вязания если ключ если у вас эластичный шнурок где-то перевернется или что-то где-то перекрутится или вы поменяете где-то петлю или вы неправильно войдете у вас тут же пойдет неправильно строится вся митинга у вас собьется все вязание у вас будет все перекручено эластичный шнурок должен быть гладеньким красивеньким как косичка у девочки отличницы на линейке он должен быть очень очень красивым пока вы вяжете эластичный шнурок вы можете его примерять к себе на ладошку эластичный шнурок на всех схемах обозначается столбиками без накида то есть и в любом вязании столбики без накида начала вязания это всегда мы знаем эластичный шнурок не воздушные петли а эластичный шнурок мы вяжем эластичный шнурок аккуратненько столбик за столбиком хотя в основании предыдущего столбика и его потихонечку провязываем у нас получается косичка косичка получается аккуратненько она нам напоминает наши воздушные петли для того чтобы определить вот этот первый вот мы так вот считаем вот видите она похожа на воздушные петли только это в данном случае шапочки столбиков без накида нашего эластичного шнурка когда у вас все связано правильно косичка лежит ровно аккуратно вы очень очень легко посчитаете все воздушные петельки все столбики все шапочки у вас все 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 будет видно по необходимости вы можете крючок вытаскивать вы можете довязывать нужное количество вам ваших столбиков постепенно примеряя эластичный шнурок на ладонь чтобы все было у вас под ваш размер и под ваше желание вот мы закончили теперь смотрите мы вот так переворачиваем эластичный шнурок переворачиваем и находим начало то есть мы конец вязания соединяем с нашим первым столбиком эластичного шнурка вошли в шапочку вот шапочка протянули рабочую нить и протянули рабочую нить сквозь рабочую петлю у нас получилось с вами полное соединение эластичного шнурка мы его соединили в круг ровно и пытаемся надеть на ладонь когда мы одеваем на ладонь эластичный шнурок может быть даже немножечко туговат но главное чтобы ладошка проходила тогда у нас получается все ровно вот наш эластичный шнурок это наш узелок начала вязания шнурочек ровный на нас смотрит все вас все шапочки смотрят на нас никуда мы ничего не перекрутили мы все сделали ровно 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 посчитали наше количество петель наше количество шапочек берем крючок двушечка в данном случае то есть на пол размера меньше чем мы вязали эластичный шнурок теперь мы будем вязать телом тело нашей митинги основное в данном случае у нас получилось 40 столбиков без накида эластичного шнурка поскольку раппорт у нас равен двум воздушным петлям то соответственно у нас в данном случае 20 раппортов